ЗВОНОК В ДВЕРЬ Матери до сих пор не знают, в каком состоянии находятся их родные, потерпевшие крушение моряки. Каждая минута из этих шести дней ожидания после трагедии дается им нелегко. Уже совсем скоро они встретят своих родных. Андромеда и Справедливый уже вошли в порт Корсакова. А здесь через несколько минут приземлится самолет из Владивостока. На его борту родные моряков. Это особенный рейс. Около 30 человек прилетели сюда не для того, чтобы посмотреть на красоты Сахалина и подзаработать на Путине. Единственное желание этих людей – увидеть своих близких. У некоторых – попрощаться. За считанные секунды родственников моряков распределяют по автобусам. Самое страшное сейчас – отправиться в гостиницу «Турист». Именно там селят родных погибших моряков. На общение с журналистами у родственников нет ни сил, ни желания. Виктор Васильев прилетел из Уссурийска. Если повезет, через пару часов он сможет обнять брата, которого не видел и не слышал уже несколько месяцев. Всегда связь поддерживали. Тут он ни разу не вышел. В морях, видать, не было связи. Вот как ушел, так и ни разу на связь не выходил. Надеемся, что он живой, здоровый. 13 родственников, выживших в кораблекрушении моряков, разместили в гостинице «Лада». Гостей мы приняли, всех разместили, все хорошо. Сейчас пойдут обедать. То есть обедать, отдыхать, все хорошо. В холле дежурят психологи. Но поддержка этих людей пока не интересует. У них только один вопрос – когда они смогут увидеть своих сыновей, братьев и мужей? Ирине Филатовой повезло. Несколько секунд она смогла пообщаться с сыном по телефону. Я подробностей вообще никаких не знаю. Только он успел сказать, что два с половиной часа он был в воде. Пускать, не пускать, я не знаю. Если не захочет, он не пойдет. Если не будет никакой другой работы, если не будет, ну, куда нам деваться? Жить-то на что-то надо. Те же слова повторяет и другой родственник выжившего моряка. Что даже после такой трагедии его брат все равно уйдет в море на заработки. Я прилетел из Москвы вчера на корабле. У меня родной брат младший. Ну, слава богу, живой. Честно, даже я не думал и в мыслях не было. Что такое может произойти на ровном месте. Уже через несколько часов родные, наконец, смогут увидеться. А вот в туристе сейчас царит совсем другая атмосфера. В знак траура на приспущенных флагах развиваются черные ленты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова